Современная концепция крови включает в себя красные кровяные клетки, плазму. Аюрведа разделяет плазму и красные кровяные клетки, ракта на две группы. Раса, то что я говорил уже про плазму, это питание праны и ракта обеспечивает жизненные функции. Жизненные функции называют дживана. То что поддерживает жизненную энергию клеточную особенно и поддерживает клеточную активность ракта тхату. И рак тхату снабжает кислородом каждую клетку тела. Соответственно поддерживает в свою очередь все органы. Красные кровяные клетки содержат ранжикопиту, он содержит железо. Ранжикопита отвечает за красный цвет, такой цвет окиси железа. И красные кровяные клетки, они соединяются с кислородом для создания, скажем так, такого рода гемоглобина, доставляющего поддержку жизни для других клеток праны в каждую клетку тела. И также есть большое количество правил в Ирведе, препаратов, которые помогают правильно формировать ракта тхату, чтобы она была более питательной для нашего организма. Иногда, к примеру, мы говорим, какой желчный человек. Это связано с тем, что большое количество желчи накапливается и ракта тхату, оно, ну скажем так, выходит из баланса. Такие эмоции, как гнев, злоба, ненависть, зависть приводят к неусвоению питательной плазмы, то есть раса агни неправильно формирует ракту. И, соответственно, в организме накапливаются шлаки в различных тупиковых ветвях каналов. Так как каналов, по которым перемещаются тхату, перемещается праны в большое количество. Я уже говорил, есть какие-то тупиковые каналы, в которых иногда накапливается ама. Каждая клетка нашего организма за счет правильного формирования ракта тхату имеет сознание, которое поддерживается красными кровяными клетками. И считается в аюрведе, что поток этого сознания, то, что циркулирует по нашему телу, это и есть прана. Или еще ее сравнивают с интеллектом. Согласно аюрведе, кислород это пища для праны. Кислород это не прана. Если на, ну, такой пример дается, что если наполнить мертвое тело кислородом, то жизнь не вернется. Поэтому именно жизнь в теле поддерживается за счет праны. Кровь, она не должна быть чрезмерно вязкой, потому что это ее определяет скорость перемещения. Когда в крови повышаются тромбоциты, соответственно, могут появляться тромбы. Самое лучшее решение и лечение проблем, связанных с рактой, это герудотерапия, то есть использование пьявок, использование личия по-разному. В аюрведе герудотерапия называется джалока. Древние методы, которые описал еще Сушрута. Итак, функции ракта, дхату, это поддержание качества и функции кожи, так же, как и раса, она связана с кожей. Поэтому всегда в аюрведической медицине, если у человека проблема с кожей, какие-то заболевания, связанные с кожей, мы в первую очередь воздействуем на кровь. Помните, что в аюрведе лечится причина, воздействуется на причину заболеваниями, и тогда многие симптомы, симптоматические заболеваниями просто уходят. Рак татхату поддерживает температуру. Если температура повышается, это влияет на большое количество выделения пота. Цвет тела, цвет кожи, за это тоже отвечает ракта. И ракта, конечно, в свою очередь воспитает следующие ткани, мамса, тхату, непосредственно мышцы. Дополнительные ткани, это формирование кровяных сосудов, за то, что отвечает ракта, и формирование различных, скажем так, правильный перенос и правильный обмен микроэлементами с различными частями организма. Основная душа, которая с рактой связана, это пита. Как я уже говорил, для питы в основном в аюрведе используется кровопускание ракта-мокшина, то есть очищение ракты. И также герудотерапия, которая входит в раздел ракта-мокшины, то есть очищение ракты различными путями. Ухудшение качества расадхату может происходить из-за неправильного рациона в образе, неправильного рациона и неправильного образа жизни. То есть когда человек, например, начинает постоянно перекусывать, качество ракты ухудшается. Когда мы едим очень тяжелые продукты, не учитывая наше пищеварение, качество ракты ухудшается. Когда человек употребляет, допустим, большое количество продуктов брожения, качество ракты ухудшается. И неправильный образ жизни. Особенно образ жизни связан с увеличением питы, постоянное, к примеру, нахождение гневи и так далее. Чрезмерное употребление горячих продуктов у чая, качество ракты. Большое количество кислого. Здесь не идет речь о том, что если вам в один день захотелось кисленького, а именно регулярное, постоянное употребление кислого, ферментированных продуктов, постоянное употребление жирного, не используя, если вы не используете особенно никакие специи. Большое количество острых продуктов, жареных по фритюре, то есть глубоко прожаренных. Это может быть как картофель фри, это могут быть также пирожки типа самса, самосы, покоры, если говорить про индийскую пищу. Неправильное сочетание продуктов. Про неправильное сочетание продуктов я вам рассказывал в прошлой лекции, когда мы говорили о метаболизме. Слишком соленая или слишком сладкая пища. Регулярное употребление табака ухудшает рак татхату. Поэтому эти составляющие и являются причиной ухудшения качества рак татхату. То есть избавление от большого количества алкоголя, по крайней мере избавление от пива, избавление от курения сигарет, табака, избавление от наркотиков, является частью лечения для улучшения рак татхату. Недостаток витаминов, потеря крови, будь то во время менструации, будь то во время травмы, как раз ухудшения рак татхату. Долгое нахождение на солнце, особенно для людей уже с повышенной литоконституцией, или для людей, у которых уже кожа больная, есть какие-то высыпания, герматиты и так далее. И, конечно же, радиационное облучение для любых дождь, оно не полезно. И различные бактерии, которые могут появляться в организме в то или иное время, они также могут ухудшать рак татхату. Если говорить про эмоции, то такие эмоции, как ненависть, злость, агрессивность, зависть, это все ухудшает рак татхату. И, конечно же, за счет этого рак портится и, в свою очередь, подавляет отжиз, подавляет тэджиз. И в организме происходят различные изменения. Увеличение рак татхату в организме, оно может, увеличение, то есть такой именно дисбаланс рак татхату создает болезни у кожи, всегда, в первую очередь. Различные гневники, особенно когда кровь становится теплой. Теплой не в отношении температуры, она по своим качествам становится горячей. Я могу привести свой собственный пример. К примеру, в Индии. Во время лета, жары, когда 40-45 градусов, сухо очень, то появляется как раз сезон манго. Манго, они очень вкусные. Это не те манго, которые мы видим у нас в России в магазинах. Даже если самый хороший магазин найти, то эти манго, их можно даже не сравнивать с теми манго, которые будут, например, в сезон в августе в Индии. И очень хочется этих манго. И многие европейцы, которые съедают несколько манго сразу, к примеру, 10-15 манго, обычно температура крови повышается. И у человека на следующий день появляется огромное количество гневников по всему телу. А повышается температура до 38-39 манго и просто становится плохо. Также увеличение, ухудшение качества ракты становится, проявляется в нарывах, повторяющихся инфекциях, особенно кожных инфекциях. И это может переходить в конъюнктивиты. У некоторых людей с повышенной питой переходит в геморрой, в сыпи. И, конечно же, такие последние стадии. Это герматиты, экземы. Увеличение ракты может проявляться в повышенном кровяном давлении, в покраснении в глазах и также увеличение печени и селезенки. В некоторых случаях это может давать рак крови, конечно же, слабость пищеварения. И в аюрведе это все называется ракта-видхи, то есть дисбаланс ракта-тхату. В различных частях тела это может происходить. Но, в первую очередь, если говорить про эмоциональное, то это нервозность, такая внутренняя сухость. И, конечно же, различные, если говорить, связанные с кровью, такие подкорные кровотечения, может переходить в увеличение селезенки, увеличение печени. И, если человек употребляет мясо неправильно приготовленное, это также считается, что это может увеличивать ракту, ракта-тату и делать ракту более тяжелой и горячей. Поэтому не нужно есть мясо часто. И самое важное в ракта-мокшине, это опять-таки, ракта-мокшина, именно очищение крови, это соблюдение этого процесса согласно душам, согласно крепости организма. И немножко геродотерапии, что эти методы современной геродотерапии немножко отличаются от того, что предлагает аюрведа. Продолжение следует...